Мы только что с Алией шутили про то, как трудно, мне кажется, проводить свадьбы в погоду минус 30. Да, это будет примерно так. Ну что, женимся? Да, и руки трясутся, никак невозможно надеть кольцо. Ну ладно, это, конечно же, что касается шуток. А вот если говорить о серьезном, последние 10 лет в Кыргызстане проводятся настолько шикарные свадьбы, что приходится только завидовать, да? Да, но я думаю, что здесь не завидуют оформители, потому что порой клиенты приходят и запрашивают что-то космическое, а они должны реализовывать. Поэтому об оригинальностях свадеб и именно их оформлений, да, мы решили поговорить с оформителем непосредственно Алина Измаилова сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно Алина в этой индустрии? Я этим занимаюсь уже 4 года. Не так много, но вроде и не мало. Ну да, опыт уже есть. Сразу же можно, пожалуйста, такой интересный вопрос, да? Вот к вам приходят заказчики, ну или как клиенты. Какой самый тяжелый был заказ? Самый тяжелый? Каждый заказ на самом деле по-своему тяжелый и по-своему интересный. Я лучше расскажу про самый интересный заказ. Самый интересный. Для меня вот очень сильно в памяти осталась свадьба в стиле итальянский рустик. Как это? А рустик это что-то такое деревенское, что-то такое простое. Деревенское не потому, что некрасивое или какое-то... Ну, какой-то слишком простой. Не, периодически деревенское иногда будет очень красивое. Да. То есть это... В этой свадьбе мы использовали такие материалы, как мох, спилы деревьев, срубы, различные веточки, кору. Ну, для меня это... Были ли животные на этой свадьбе? Все-таки деревни для меня ассоциируются там с коровами, с баранами, с лошадями. Я думаю, когда ты сказала животные, это когда... Вот... Друзья... Нет, тут же обыклинили. Ну ладно, не могу на это говорить. Это был настоящих животных. Нет, животных не было. Было огромное количество натуральных материалов, было огромное количество цветов, огромное количество зелени. На самом деле получилось очень красиво. Вот это, пожалуй, такой один из самых интересных заказов. Готовили мы этот проект около полугода. Полугода. Да. Вот это да. Свадьба была в мае, невеста пришла аж в декабре. Ну, то есть это был необходимый, скажем так, необходимый срок для подготовки? Или это просто предусмотрительность невесты? Ну, во-первых, это предусмотрительность невесты, что очень хорошо. Заметь, невеста, а не жених. Ну, чаще всего невеста и бегут, на самом деле, с оформлением. Женихам хоть две стены, там, пару цветочков, все нормально. А это женщины щепетильны в этом плане. Ну и плюс, да, это была необходимость, потому что было большое количество нюансов, которые надо было тщательно продумать, прорисовать эскизы, заказать множество материалов, собрать множество материалов, таких как мох, лесные пенечки и так далее. И да, получилось в результате очень даже мило. Кстати, обращаясь к нашим телезрителям, на этом телеэкране вы увидите работы Алины. Да, и ее студии. Вот такая вот красивая, красивый стол, как называется, подиум для малышей? Президиум. 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 Да, звучит очень солидно. Ну, а это уже оформление стола. Да, это композиция на гостей. Ну, вот, кстати, это сейчас листаются кадры из вот этой свадьбы итальянских русских. Тот самый мох, те самые пенечки. А вот букеты, кстати, букеты невесты тоже, на мой взгляд, немаловажный элемент, которому уделяется очень много внимания. Сейчас какие цветы предпочитают невесты вообще? В каких цветах? Цветы классические, конечно, это розы. Они присутствуют в большинстве свадеб, в большинстве оформлений, в большинстве букетов. Но сейчас идет тенденция на использование лохматых букетов. Это такие букеты с большим количеством зелени, с большим количеством каких-то торчащих элементов. Торчащих. Чтобы легче было схватить, да, когда вот его подкидывают или нет? Чтобы на несколько частей взять. Чтобы оно смотрелось, естественно. А может, с колючками, чтобы вот прямо вот сам это больше всех почек. Да, чтобы дружки любимой кинуть. На самом деле оригинальный. Представляешь, букет из кактуса? Кто больше всех хочет, что ты вот кактус схватил. Вот настолько сильно хочет девушка замуж. Тоже такое может быть? Ну, такая вот идея, попробуйте. Представляешь, как запомнится всем и гостям, и самой обладательницей букета. Нет, ну в любом случае найдется там девушка, которая все-таки схватит этот букет. Ну что ж, мы возвращаемся к оформлению свадеб. О необычных свадьбах я бы хотела еще отметить свадьбу, которую вы оформляли, если я правильно говорю, в морском стиле. Вот сейчас прямо у нас на экране, поэтому прошу вернуться назад на картиночку позже. Это немножко другая информация, которая вас ждет позже, дорогие наши телезрители. Ну, в этом стиле тоже можно, мне кажется, свадьбу провести. Да, останавливаемся на этом. То есть это морская тематика? Да. Что для этого необходимо, для воплощения такой свадьбы? Ну, в первую очередь, придумать для себя красивую историю, почему вы хотите сделать именно морскую свадьбу. То есть если нет возможности уехать куда-нибудь там на Карибские острова или... Но мечта давно таится в вашей голове. Да, но мечта давно таится, обязательно. Можно использовать такую тематику, как морская. Ну, вот, как, допустим, в данном случае, это зона регистрации. Это сейчас очень популярность, большой популярностью пользуются выездные регистрации. То есть приглашается человек из ЗАГСа, который приезжает в ресторан или куда-то в поле, если вы... То есть помимо президиума и самого зала вам еще нужно организовывать вот такие вот зоны регистрации? Да, да, да. В данном случае, вот, получается, зона регистрации в морской тематике. Мы использовали кораллы, использовали большое количество ракушек, ну и различную бутафорию, которая ассоциируется у нас именно с морской тематикой. Кстати, я выездную регистрацию вот недавно слышал, чуть не запретили, да? Вот именно выездную регистрацию. Сначала ее запретили, потом придумали выход, потому что очень много желающих все-таки регистрироваться на выезде. И я знаю, что сейчас ввели новые правила, поэтому, дорогие наши, не знаю, новобрачующиеся, не переживайте. Обращайте в ЗАГС, да, там есть способ, там есть... Кстати, у меня вот такой вопрос, мы говорим о том, что вот есть щепетильная, требовательная невеста. А вот бывает такое, что вот жених предусмотрительный, прям вот сам все организовал? Да, бывает наоборот. Бывает, невеста не проявляет большого интереса к свадьбе, а жених занимается полностью всем обустройством, всей вот этой вот предсвадебной суетой. И что он требует, к чему кропотливее всего, я не знаю, относится? На самом деле, почему-то мне попадались такие женихи, которые больше всего внимания уделяют выбору цвета свадьбы. Цвет? Да. Интересно. Какие цвета сейчас пользуются таким наибольшим спросом? Ну, в данном случае, в этом году, наиболее популярные цвета это сиренити и розовый кварц. Это цвета, которые вывел университет Пантон. Получается, сиренити это что-то среднее между светло-голубым и сиреневым, а розовый кварц это светло-светло-розовый. И в основном сейчас свадьбы идут именно в таком цвете. Ну и также марсало, это цвет прошлого года, он также продолжает оставаться популярным. А бывают ли такие свадьбы, где применяется стиль неаполитанской мафии, либо одесского менталитета? Или нет? Ну, пока у меня не было таких свадеб, но я думаю, что это возможно. Вот смотрите, все-таки, какой самый незаурядный стиль, который был применен? Который был применен на наших свадьбах? Да, на ваших. Самый незаурядный? Там что-то прям необычное. Ну вот, свадьба в стиле рустик, морская тематика. Я, честно говоря, мечтаю сделать свадьбу в стиле мафия. В стиле мафия? Да. Что это будет за свадьба? Ну, может быть, это моя фантазия, но я вижу, например, обведенные вот эти белым мелом человеческие... Фигуры. Фигуры, да. Различные фотозоны в плане, кто-то разыскивается или кого-то... Все-таки в шляпах, смокингах. Все-таки в шляпах, смокингах, с сигарами. Это такое Марлан-Блан-Дом. То есть это такое Чикаго в 30-х годах, да. Алина, вопрос к вам. Вы замужем? Я? Нет. Тогда у вас все еще впереди. Может быть, именно ваша свадьба будет оформлена в таком стиле, в стиле мафии. А я хочу поговорить о той свадьбе, которая меня заинтересовала, по работам которой как раз-таки я перешла уже на вашу страничку. Это свадьба в стиле ретро. Скажу, открою по секрету, что это свадьба кондитера Валерии Зиновьевой. Я надеюсь, что это была не тайна. Так вот, в стиле ретро такая оригинальная оранжевая свадьба. У нас, кстати, есть несколько слайдов на эту свадьбу. Поэтому я думаю, что сейчас мы увидим с вами, дорогие телезрители, как все это происходило. Но расскажите о работе. Как вообще вы искали идею оформления именно этой свадьбы? Валерия тоже пришла заблаговременно до своей свадьбы. То есть у нас было практически полгода на подготовку. Невеста, сама Валерия, хотела свадьбу цитрусовую. Это апельсинные, лимонные. Оранжевая такая. Да, оранжевая, очень яркая. Но жених, прям у него основное требование к оформлению мероприятия было... Побольше еды. Нет, оформление в стиле 60-х годов. Собственно, откуда и взялись эти все пластинки, патефоны. По-моему, даже у них была чайка, если я не ошибаюсь. Пластины, патефоны, чайка. Я думаю, очень продуманная. Здесь, скорее всего, ни одна Валерия. Они совместно с женихом, наверное, все это подбирали, искали. Потому что действительно масштабная, объемная работа. Ну а как вам приходилось? То есть патефон и диски, и пластинки, вернее, уже они вам предоставили? Или вы их непосредственно искали? Искали совместно. Нашли в результате большое количество пластинок. Мы их использовали где только можно было. В фотозоне, в кандибаре, в гостевых композициях, на гостевые столы, в президиуме. То есть люди, когда заходили, было видно, что это свадьба в стиле 60-х годов. Ну и гости постарались, конечно. Все девушки пришли в таких пышненьких платьях, как были модны в то время, с прическами. Было очень-очень классно. Я представляю себе свадьбу в стиле серебряного века литературы, 19 века. Такое было у вас? Пушкин. Была свадьба в стиле Рококо, времен Екатерины II. Ну вот что-то близкое как раз-таки к этой эпохе. Неужели вот все-таки гости приходили, что-то похожее надевали на этот стиль? Ну, скажем, самые близкие подружки невест, да, они пришли близко к тематике. Но на самом деле в наше время немного тяжеловато найти костюмы, я думаю, в стиле Рококо. Это надо специализированные платья. Ну и потом еще и в них передвигаться очень тяжело. Передвигаться очень тяжело, это весь кринолин. Ну и откроем секрет, не так дешево. Ну и это, наверное. Ну а что, если говорить о бюджете на оформление, вот с какой суммы, стартовой суммы начинается оформление? Точка А. Да. И до какой суммы? До точки бесконечной. В вашем опыте были? Ну, наверное, от 200-300 долларов, самые простые оформления, где небольшое количество элементов, и до 3-4-5 тысяч долларов. Бывают бюджеты и в 10, и в 20 тысяч долларов. То есть это уже зависит от жениха и невесты, какую сумму они готовы потратить и что в результате они хотят увидеть. Ну а можно ли дешево, сердито, но при этом красиво и помпезно? Это возможно? Если нет, то почему? Мне кажется, это также зависит и от самих клиентов, несмотря на то, что они закажут. Да, то есть, естественно, если вы хотите свадьбу, там, всю из белых орхидей, то дешево и сердито не получится. А как же вот эти вот искусственные цветы? Работаете ли вы с ними? Я, честно говоря, противница большая искусственных цветов, потому что свадьба – это такое мероприятие, где все должно цвести и пахнуть. И я, допустим, придерживаюсь такого принципа, что все, что можно потрогать на свадьбе, должно быть живым. Вот, поэтому мы стараемся использовать в основном живые цветы в оформлении мероприятий. Ну вот здорово, помимо цветов мы еще знаем. Вот как раз это свадьба с патефоном в стиле ретро. Я думаю, что потом наверняка появятся желающие, которые тоже захотят повторить данную свадьбу. А музыка, она с вами тоже играет в стиле ретро? Да, музыка играла как раз-таки до тех времен. Это представляет, там, Тим, Тим, ты представляешь себе, да, Black Star. Да, и твист, и твист под такую музыку, самая топ. Ну что же, вот такие вот интересные факты. А, и, кстати, вот эту работу тоже хотелось бы мне обсудить. Это тоже ваше хрукдело. Да, это тоже ваше хрукдело. Помимо свадеб я занимаюсь, ну, если так это можно назвать, флористикой. Ну, в данном случае это платье сделано полностью из живых цветов. Это моя давняя задумка. Я восхищаюсь просто балеринами, их мощью, их стойкостью, их грацией. И мне захотелось соединить такие два прекрасных понятия, как балет и цветы. Вот в данном случае девушка-балерина, Диана зовут. Погода выбирала специально дождливой для этой фотосессии? Нет, на самом деле мы искали солнышко, объездили большое количество мест, убегая от дождя. Мы проехали до конца Ларчи, и была очень сильная гроза и буря, но так как платье из живых цветов живет всего один день, нам надо было отснять фотосессию именно в тот день. Нам пришлось вернуться в город, мы поближе, где-то в районе Сиила, по-моему, так это место называется, там отсняли эту девушку. Да, было очень мокро и холодно, но она молодец, она выдержала стойкость. Стойкая, стойкая девушка. Вот, Алина, вы являетесь оформителем свадьбы. Вот мы-то не задали вопрос, а как вы ко всему этому прошли? Вот как вы тут решили, что я хочу быть оформителем свадьбы? Ну, тут, наверное, две причины. Первая, с детства я увлекаюсь хендмейдом, различным рукоделием, плетением, не знаю, фенечек, браслетов, вышиванием. В общем, что я только не делала, на самом деле, за все детство. А вторая причина тоже связана с детством. Когда-то давно я увидела невесту в белом платье. Для меня это произвело настолько сильное впечатление, что, во-первых, у меня, ну, как у любой девушки, наверное, осталась мечта всегда одеть белое платье когда-нибудь в жизни. И на тот момент я поняла, что для меня это настолько близко, что я хочу этим заниматься. В то время забыла про эту идею, и когда пришло время, я наткнулась на курсы флористики, начала делать пригласительные для свадеб, и как-то все одно за другим. Закрутили зверя здесь. А бывало такое, что вы отправились на свадьбу, и кто-то оформлял другой. Оценивали ли вы работу, скажем так, ваших коллег по церкви? Да, вот здесь не очень, да, было такое или нет? Ну, на самом деле, каждый оформитель достойен на то, чтобы существовать. Да, я оцениваю, но я никогда не говорю об этом вслух. Ну, то есть я могу где-то посмотреть, где-то что-то отметить для себя, где-то, может быть, посмотреть какие-то ошибки и тоже стараться их не допускать. Ну, в любом случае, все мы люди, у всех у нас есть такой горшок оценивать работу других. Ну, я знаю, что у вас даже существует студия, в которой обучаются, новые оформители, правильно? А, значит, еще и можно обучаться. Да, можно обучаться. Да, получается, занимаясь этим год, мы выпустили три группы уже учениц. Курс называется «Основы флористики», но также мы даем основы оформления тканью. Я вот хотела бы сейчас, чтобы вы озвучили несколько, возможно, полезных рекомендаций в сочетании, или какие ошибки могут чаще всего допускать оформители, ну и, конечно, желающие пожениться для того, чтобы вот не требовали они того, что приводит, к примеру, я не знаю, может, к увяданию цветов. Самые распространенные ошибки, начну с ткани, например, оформление тканью. Мне не нравится, и я противница того, когда ткань просто разрезают и не обрабатывают... По краям. Да, по краям, то есть не оверложат. Противница того, что ткань не отглаживают очень многие у нас. Такое тоже встречается. Всем оформителям надо иметь отпариватели, утюги, специальные, профессиональные, обязательно швейные машинки, оверлаки, то есть чтобы тоже ткань выглядела всегда эстетично, не только на фотографии, где она где-то вдалеке вроде там и не видно, но чтобы человек, когда подходит, и визуально ему было приятно смотреть на вашу работу. Что касается цветов, какие ошибки? Ну, скорее не ошибки, а просто рекомендация. Есть такая фирма голландская, Оазис. Они выпускают большое количество средств для поддержания жизни растений. То есть свадьба, это всегда где-то жарко, где-то сквозняк, где-то еще что-то для растений, это стресс. То есть лучше всего использовать какие-то дополнительные питательные составы, растворы, которые будут питать цветов. То есть недостаточно просто декорировать и оставить? Да, надо обязательно это, так скажем, сохранить до конца вечера, лучше даже, чтобы у невесты, у жнеха и у гостей свадьба осталась на три дня, тире на неделю. Ну и главный, наверное, атрибут любой свадьбы, это, конечно, свадебный букет. Как сохранить его подольше и какие цветы лучше всего выбирать? Если в оформлении залов мы допускаем использование местных наших цветов, то в изготовлении букетов невесты использование местных цветов нежелательно. То есть лучше использовать голландский, кенийский, квадорский, израильский. Потому что они дольше стоят, они более устойчивые, да, к стрессовым каким-то воздействиям климатическим. То есть он не завянет через первые 2-3 часа? Ну, особенно не завянет букет, если его собирать в специальный порт ручки. Это получается ручка с губкой, которая пропитана водой или вот этим питательным раствором. Ну вот она маленькая хитрость. А я-то думала, как же невесты долгое время, не вкладывая букет в вазу, сохраняют его до вечера таким свежим, пышным и красивым. Ну что ж, Алена, большому спасибо. Ну и, конечно же, обращаюсь к телезрителям. Если у вас на носу свадьба, и вы уже можете воспользоваться этими советами, я думаю, были дельными. Да, обязательно готовьтесь заранее, как это делают многие пары, как оказалось. И, оказывается, бывают все-таки мужчины, женихи, которые тоже беспокоятся о свадьбе. Но я хочу напомнить еще раз, что мы беседовали об оформлении свадеб вместе с профессионалом в своем деле Алиной Измаиловой. Большое спасибо за беседу. Вам спасибо. Ну, обращаюсь уже опять же к вам, телезрители. Не отходите далеко от телекранов, мы скоро вернемся. Продолжение следует...